Для поликлиники микрорайона Кукисов-Умчор выбрано новое помещение. Решение принято совместно с городской администрацией, советом депутатов и руководством Апатитско-Кировской больницы. О том, почему необходим переезд в медучреждение, расскажет Дмитрий Сергеев. Сам внешний вид поликлиники отбивает всякую охоту попасть внутрь. Мало того, что 80-летнее здание не пощадило время, отчетливо видно, что стены верхних этажей промерзли насквозь. Свет горит всего в нескольких окнах. На четырех этажах работает меньше десяти кабинетов. И это добро влетает в больницу в копеечку – в три миллиона рублей. Я думаю, что да, значительные деньги в связи с тем, что очень дорогостоящие лекарства, которые приобретаются и для онкологических больных, и больных с сахарным диабетом. И вообще, я считаю, что три миллиона – это большие деньги. Два электрических обогревателя в кабинете участкового терапевта не помогают. В помещении все равно холодно. А неделю назад, когда стояли трескучие морозы, работать было невозможно, но приходилось. В верхней одежде, в шапках, в рукавицах. Для здоровья-то, по-моему, это не полезно. Ни вам, ни больным. Ну, не полезно. Бесаде даже сложно было. Больных не раздеть. Интерьеры поликлиники словно декорации для фильма «Катастрофы». Безлюдно, холодно, темно. Заколочены окна, выбитые двери, обгоревшие стены. Местами вмерзшие в лед раковины. Старые трубы не выдерживают морозов и рвутся. Назвать это учреждением здравоохранения язык не поворачивается. Поэтому с 1 февраля объем медпомощи здесь будет значительно сокращен. С 1 февраля в этом здании по согласованию, опять же, с депутатами микрорайона Куки-Сумчур остается обслуживание. Медицинские будут услуги оказываться детскому населению. А взрослым населением будет обслуживаться в поликлинике города Кировск. Мера вынужденная, но от этого не менее не популярная. 25-й километр – не ближний свет. Поэтому депутаты, городские власти и руководство больницы совместно ищут решение проблемы. И первые конкретные шаги уже сделаны. В данный момент переговоры с администрацией все проведены. Есть понимание того, четко, что этот объект в микрорайоне важен и нужен. И нужно его оставлять. Это целесообразно будет. Поэтому от администрации поступило предложение предоставить другое помещение. Администрация горбольницы с этим согласна. Другое помещение – это бывшая детская консультация на Комсомольской 5. Медиков вариант устраивает. Первый этаж, площадь подходящая, перепланировок делать не придется. А городские власти готовы передать объект больнице. Организация медицинского обслуживания относится к государственным полномочиям. Со своей стороны хочу заверить, что мы сделаем все возможное для того, чтобы поликлиника там осталась. Наша задача, опять же, совместная – разработка ПСД по реконструкции и по ремонту этого помещения и поиск, совместный поиск источников финансирования. Когда начнется ремонт, сколько продлится и когда произойдет переезд, загадывать сложно. Все и в первую очередь жители Куки-Свомчора заинтересованы, чтобы это случилось быстрее. И тогда на 25-м участковые врачи вновь будут принимать и детей, и взрослых.